Ррр, холод собачий просто капец, пронизывает буквально все кости, замерз как собака, вот реально, вот, но проснулся я все-таки не из-за того, потому что шум какой-то, мне кажется, что по-моему мой трактор кто-то угоняет, давайте выйдем, нет, оба стоят, даже почти чистенькие, вот, а все дело в том, что я закончил. Показал постройку, мы сегодня с вами будем с утра пораньше делать свет на нашей ферме и как раз вот 6 часов ноября, несмотря на то, что идет дождь, но это по-моему самое идеальное такое вот время, когда еще мы можем увидеть, какие фонари нам лучше поставить и где их лучше поставить, но вот этот вот мне нравится и он не очень дорогой, смотрите, давайте мы его поставим, наверное, вот это вот так вот, он будет освещать часть дороги и теплицы наши будут освещать, ставим 600, так, и еще одно, потому что все-таки одного будет мало, нам нужно, чтобы теплички наши производили больше салатов и нужно свет, зимой света будет мало, день короткий, а нам нужно, чтобы как можно больше, плюс ко всему же нам нужно, чтобы было видно, что здесь никого нету, например, среди ночи где-то там какой-то шум, ты выглядываешь в окно и, ну нифига ж не видать, темень же просто непроглядная, вот, а теперь более-менее хотя бы силуэты, хоть какие-то здесь будут пробегать, ну я надеюсь, что их не будет, конечно, этих силуэтов, ну и курочки будут больше нестись и вообще это же освещение, так, и давайте посмотрим также, сильно, конечно, я не буду тут раз этот расстраиваться, но что-то такое вот, такое вот аккуратное какое-нибудь, знаете, я бы хотел, вот смотрите, да, у нас тут есть какие-то фонари, вот я бы хотел где-то тут обозначить, что это все-таки наш участок, хоть как-то, так, и тут еще есть за 200, да, по-моему, за 200 даже лучше будет, вот смотрите, какая-то, кто-то лазит там, видите, вот света не было бы и мы бы и не увидели, что тут где-то поставить, может на поле или наоборот, нужно, чтобы оно еще и не мешало нам, давайте вот так вот на въезде, так, где-то вот здесь вот, потому что тут вот ходят, видите, да, и уже приходили ко мне, говорят, а ты не мог бы поставить тут освещение, потому что осенью идешь, то не туда вступишь, то грязь, то корова там на насрава где-то, вот, освещение было бы классно, я говорю, конечно, классно, освещение классно, без освещения плохо, а платить кто будет? Ну, типа, ты будешь платить, ты ж у нас бизнесмен или кто? Ну, давайте мы поставим вот где-то вот здесь, чтобы обозначить дорогу и обозначить, что это наш участок, вот, видите, тут кое-где стоит оборудование, чтобы его не поперли наверное, как-то вот так ладно, хватит, хватит оборудование, то я заберу, давайте посмотрим, как теперь это выглядит ну, так совсем же другое дело прям, как день настал, смотрите вот, сразу же хочется что-то делать, правильно? а не просто лежать и в унынии, и замотавшись в одеяло, и, собственно, и ничего не хотеть вот, что значит освещение освещение это круто так ну, теперь можно идти и досыпать заплатили немножко что-то сделали это, конечно же, еще не все освещение, которое мы тут будем с вами делать кстати, очень хорошо, что да, каким-то образом и трактора наши хорошо освещаются теперь я не буду дергаться каждый раз при звуках проезжающего трактора, вон там, вот, по дороге не буду думать, что кто-то пришел колеса делать нашим тракторам в общем, побежал я досыпать у нас осень, дождь, слякоть, холод, уныние было, но теперь нету и, собственно, как только станет немножко светлее я сразу же продолжу работать, и мы с вами встретимся вы думаете, я выспался? а вот и нет ворочался, ворочался, опять-таки холодно да и разбуркали меня строители поэтому пошел я к Зинке, выпил кофе съел круассанчик и как-то, знаете, как-то веселее немножко стало согрелся так, смотрите, нам нужна будет известь а че ж ее не нужно было раньше? наверное, потому что потребляют растения если ничего не сеять, то известь, конечно же, она один раз внесена и она больше не нужна но сходы какие, смотрите, да зеленые, просто красота, густые такие и никаких тебе сорняков и здесь точно так же короче говоря, зимая пшеничка, по-моему, у нас может удастся удобрено а тут не надо извести ну, я не буду уже туда вносить по-моему, не вносится она после того, как вы как вырос урожай так, давайте посмотрим теперь уже как-то поближе среди дня, среди утра как это все тут смонтировали и почему оно до сих пор светится? 8 часов кто будет за электроэнергию платить, кстати? светит хорошо светит, да тут тоже неплохо светится но нужно больше наверное, нужно больше возможно, вот с этого угла тоже нужно будет поставить что-то вот или один какой-нибудь огромный вот тут вот который будет освещать вообще весь двор но, по крайней мере, мы попробовали посмотрим будет еще зима будет время еще немножко попланировать так, что тут у нас с этими смотрите, да нормально не то чтобы много но когда подсобирается, я поеду отвозить посмотрим цены да можем, собственно, даже и сейчас и курочки курочки стараются просто ага, вот они выключают там фотоэлемент стоит уже три поддона ну, давайте посмотрим почем у нас, собственно, почем яйца может стоит отвозить уже 1400 1500 яйца 1500 и если мы посмотрим на салаты то увидим, что они 1300 и цена падает ну, тогда не будем продавать может быть еще какой-нибудь фермер поставки делает я не знаю ну, по-моему, я тут единственной салатами занимаюсь а может быть, знаете, как всегда все бросились увидели, что цена большая все бросились делать салаты прям как криптовалюты все рванули буквально на каждом столбе теперь висит объявление, что покупайте криптовалюты мы вас обучим мы вам все только денег дайте так, ну ладно я думаю, что унывать не стоит поехали посмотрим на поле на наше и будем продолжать дальше работать ну, здесь без изменений только ходят, унавоживают вороны я тут, кстати, тючок нашел что же добру пропадать-то, да вот здесь тоже собственно без изменений и знаете, меня это очень радует да, вот эти сорняки которые мы видели с вами что они небольшие они уже взрослые они выросли уже вот какие но там где-то там где-то один это я думаю, что можно было бы руками прийти просто выпалоть это все поэтому напрягаться я не буду весной уже посмотрим я думаю, попрут новые сорняки и вот тогда нужно будет пройтись полольником или мотыга, или полольником чем-нибудь пройдемся вот и так же я себе придумал чем буду заниматься зимой помните, у нас тут навалено просто какой-то позор хоть хоть не показывай Михалыч придет скажет да что ж это такое творится тут предыдущий хозяин никогда такого беспорядка не допускал как ты поэтому наверное я зимой буду приходить сюда закрывать ворота и пошел бросать и пошел вот это вот раскладывать такое знаете как это как спортзал прям какой-то будет вот потом это сделал побежал туда трактора там что-то колесо подкрутил открутил там где-то что-то сделал тоже будет чем заняться кстати я тут спросоння когда мерз даже не подумал о том что у нас же есть сумка а в сумке есть что одеть на холодную погоду вот пускай она может быть еще не зимняя но уже уже не лето давно не лето но это такое это я думаю что мы пойдем куда-нибудь контракты подписывать в таком виде а сейчас что-нибудь попроще да вот что-то может быть вот такое мне нравится так и что-то из что-нибудь на голову интересно так мотоциклетный шлем не будем одевать такая кепка это тоже не наш стиль вот так нормально так подтверждаем ну совсем же другое дело теперь теплее намного и веселее знаете решил я все-таки немножко позаниматься чтобы на зиму это все не откладывать вот бросаю тут себе тюки приходит Михалыч говорит что ты чем ты занимаешься за фигней говорит давай одевайся да поехали будем сейчас поездим по производству он говорит весна будет тогда некогда будет ознакомиться и узнавать что да как давай добирайся я только бросаю потому что что-то даже как-то немножко подзадолбался уже бросать так давайте закроем это все закрыть ворота чтобы не отсырело то же самое так это у нас тоже закрывается да или нет судя по всему нет а тут он закрывается вообще тут можно было бы знаете среди зимы дискотеку устраивать представляете или жим зал какой-нибудь сделать для местных но я думаю что местным это не интересно короче говоря так 11 часов а что там Михалыча нет он говорит выходи к 11 на дорогу я тебя подберу и съездим он на производство говорит там сюрпризы некоторые могут быть на этих производствах ну ладно я его дожду дождусь и поедем в общем заехали мы с Михалычем это у нас пекарня пекарня которая продается продается но конечно же денег у нас сейчас нету чтобы ее купить но в общем-то смотрите она недорогая прям прям уж очень сильно и конечно же я скорее всего буду покупать потому что очень хочу делать хлеб и хлеб этот потом продавать вот и смотрите что мы нашли по-моему это навозоразбрасыватель мелкий получить еще 9 сейлок нужно найти поэтому поехали дальше коллекция плюс нами еще и тысячу далее я понял понял Прохоровна хорошо хорошо я этот осмотрю в общем договорился что можем пройтись по вот этой вот маслобойке здесь у нас заведующая Прохоровна говорит ты только не упади в этот тут слив какой-то такой вонючий какой-то в общем посмотрим потому что ну не знаю сейчас конечно же мечтать о том что мы купим вот такую вот фабрику маслобойку я даже не загадываю так далеко вперед вот но посмотреть на это все и помечтать никто же нам не запрещает правильно и тут мы видим что есть такая вот штука лошадка вот коллекции мы будем сразу же продавать смысла особого их держать там где-то в сумке копить нету а деньги нам нужны и тут вот как раз вот эти коллекции будут нам большим подспорьем поэтому погнали дальше знакомиться с завпроизводствами и смотришь где-то мы может быть еще и подзаработаем обработка винограда стоит космических денег но это же опиум для народа считай вино водка и другие всякие напитки а если мы с вами собираемся виноград делать то так это и вообще мастхев не просто так его продавать на рынке огромное сооружение элеватор здесь оказывается тоже Михалыч заправляет да говорит у меня тут введение несколько таких элеваторов я поехал туда поехал сюда сейчас говорит все тут в электронном виде ты видишь где сколько загрузили где сколько выгрузили все все доступно все понятно круто мы сможем тогда и здесь тоже и сюда можем загружать вот ну естественно что я в поисках где ж тут где тут ценный для нас ресурс который мы будем продавать вот он и это у нас прицепчик коллекция из девяти прицепов вот ну я еще немножко поброжу тут Михалыч сейчас подъедет поехал к Зинке чаю взять он мне тут расскажет где тут что потому что не совсем тут все понятно какие-то трубы какие-то смотрите что-то зачем так много всего не ясно но сейчас будем пить чай спокойно ходить и этот и разговаривать в общем бродили мы бродили забрались вообще вон туда рассказывал мне все Михалыч интересно было но я не все понял но самое главное что вот еще смотри еще что-то мы с вами нашли лук так глядишь сегодня такой вот выходной день а мы еще и заработаем денег может быть даже больше знаете если бы я там где-то работал или продавал что-то ну и пока Михалыч не видит я залез вообще на такую высоту только что поезд проехал но недаром мы сюда с вами залезли еще один прицепчик нашли смотрите какие виды открываются вон он второй элеватор где наши зерновые некоторые хранятся еще там золотая долина а здесь наша долина в которой нам предстоит жить и работать ну и конечно же наше знакомство с местностью было бы не полностью неполным если бы я не заскочил на плотницкую здесь друг детства Михалыча Кузьмич мы уже там поговорили с ним вот и конечно я нашел чем здесь поживиться так вот а вообще классно было бы конечно выставить такую коллекцию у себя там на полочках представляете трактора ну у нас лучше у нас трактора и прицепы коллекция не игрушечная настоящая почти так Михалыч сейчас развернется поедем дальше заскочили мы также на корм зерно юг такое вот большое предприятие к сожалению внутрь не пускают вот побродила здесь вокруг посмотрел да крутое большое сказали чтобы я сюда зерно привозил я собственно так и буду делать по 350 я уже посмотрел пшеничку могут принимать в принципе неплохая цена но мы же с вами знаем на что мы копим и пшеничку и все другое вот но самое главное что тут еще один прицеп у нас появился прям сегодня будет день экскурсии я может быть даже знаете и и рад этому потому что работа работа она она всегда найдется а вот отдохнуть повод не всегда к сожалению Михалыч показал мне свое любимое место говорит когда все уже достали просто устал и сил больше нет говорит я вот поставил тут лестницы залезаю по лестницам на крышу сижу попиваю джинтоник и смотрю вдаль и расслабляет ну реально да я тут тоже минут 5 наверное провел солнце заходит все такое красивое но нас вот это вот интересует на фабрике хлопья уже заканчивается смена но даже несмотря на это все-таки удалось мне немножко познакомиться походить 110 тысяч хотят за эту фабрику ну и тут такое конечно по-моему это не в первую очередь мы с вами будем брать а вот это вот возьмем побывали мы также и у перекупщика животных впечатляет его хозяйство смотрите просто огромное вот и пускай вас не смущает что здесь нету в загонах животных они просто все находятся в укрытии холодно уже ноябрь как-никак вот но нас не это же интересовало в первую очередь нас интересовало вот это по-моему сегодня супер удачный день я заработал уже на продаже коллекционных вот этих всяких товаров большие деньги здесь по-моему здесь коллекционеры дадут любые деньги за такие вот сельхоз игрушки за сельхоз коллекции так но Михалыч уже уехал домой говорит все я уже устал больше мочи мне нету тут ездить мне завтра рано на работу а я буквально ну знаете в раш вошел я не знаю мне еще бы конечно но теперь придется пешком бегать трактор то я свой не взял а Михалыч уехал а нища а может быть кто подвезет хотя кто тут подвезет и кто будет ночью останавливаться фух умаялся я вообще просто слов нет хорошо что есть люди такие добросердечные сел я тут в травке сижу ноги болят вышла дала мне этот кофейку вышел муж ее говорит ну шо ты мы слышали что ты тут это начал фермерствовать ну давай удача тебе если что подмигивает знаешь если что ты этот заходи я тут тебе все расскажу покажу а сам подмигивает и смотрит туда на кладовку а в кладовке я так думаю что там стоит что-то интересное в общем вот но это было бы приятно но вот это вот еще приятно так и того где мы находимся мы находимся ну почти уже дома вот я думаю что сейчас вот так вот вдоль ручья пройдусь и попадаю туда почти куда надо доложусь спать и завтра уже будет видно завтра уже декабрь суета предпраздничная и так далее будем что-то там покупать выдумывать был я уже почти дома но потом вспомнил что а кушать то собственно и нечего я раньше клубникой и помидорчиками питался а теперь у нас там салаты на салатах по-моему слишком не зажируешь в общем забежал скупился и естественно что нашел тут кое-что интересное вот теперь можно смело и домой уже идти рядом тут у нас дом фух ну наконец-таки я дома буду пить вкусный травяной чай заскочил к зинке взял засяду наверное немножко отдохну что тут у нас 1907 в принципе рано еще ложиться спать вроде бы как но все работы сделаны вот осталось завтра будет немножко трактора тут помыть возможно и где-то что-то тут поремонтировать собственно подготовить уже к весне все и потихоньку будем ездить продавать эти салаты как раз насобиралась смотрите неплохо 10 литров да хорошо так а тут у нас слабенько как-то что-то тут возможно удобрения нужно какие-нибудь будет подсыпать у курочек обратите внимание там да вот это инфракрасная лампа появились нет пока что цыплят пока что нет цыплят по осени считают и хотя у нас осень но что-то цыплят нет зато есть яички которые мы сможем продать и тоже немножко подзаработать возьму лоток сейчас яичницы сделаю ну что друзья спасибо вам за то что смотрели не забывайте о том что лайки всегда приветствуются на канале всем пока и до следующих встреч встретимся уже зимой может быть какая-нибудь работа у нас прилетит будем делать всем пока не забывайте пока пока Продолжение следует...